занимаюсь теплички подвязыванием томатов подвязала в общем эти полтора ряда посередке от которой и вот этот вот один рядок остался и потом еще не знаю хочу арбузики подвязать думаю стоит не стоит посмотрим в общем ну арбуз томатики в общем подвязываю потому что они уже цветут их нужно уже обработать борной кислотой где-то уже две где-то уже три кисти в общем цветут даже помидорки уже висят ну а так вообще прям хорошо растут томатики вот на семена уже помидорки растут завязались в общем вторая третья кисть на некоторых уже томатах цветут в общем замечательно растут перчики тоже в рост идут хорошо на улице принципе не сильно жарко и вот пока занимаюсь подвязкой вчера у нас был вообще прям холодно неохота было даже в теплицу выходить прям холодно 12 градусов пасмурно дождь и после дождя опять в общем стала вся трава подвяжу томаты обработаю и снова в общем придется выходить заниматься по новой по кругу полоть всю траву вот так в общем все заросло картошка прям колосится вместе с травой в общем нужно будет ее земелька подсохнет либо сначала саша ее еще на разок пройдет учиться потом уже выдергаем всю траву прополем вообще ничего не было и была чистенькая ровненькая хорошенькая картошечка ну а так в общем все растет замечательно после дождика конечно не то что после полива просто после дождика прям растет все быстро в рост идет и 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 Узнала нам вот такая вода, чтобы сделать бетон и цемент. А потом из цемента и воды получается бетон. Ну у нас всегда получается такой бетон. Заливать не хотим гараж пока. Нам сказали, что сделают тубовику, но нам это попозже сделают, не Соня. До полова наконец-то там морковочки, там уже домика маленького, грядочки. И вот пришла на базилик. Сейчас пропалю базилик. Вот эти фиолетовые зелененькие стоят с такими круглыми листиками. Посадила его целую грядочку. Позапрошлым году сеяла, тоже много получилось. Два года ели базилик, сушили его, а потом уже кушали. В этом году тоже побольше посадила. В общем, допалю сейчас базилик, пропалю грядочки с цветами. Ту вот возле маленькой пропаловала, осталась вот эта вот. И пойду по новой, в общем, полоть дорожки и пропалывать еще раз по новой уже грядочки. Тоже опять после дождя все позросло. Ну, а сегодня обдует. Завтра, наверное, уже пойдем прополим картошечку. И Саша ее еще раз прокультивирует. Будем надеяться, что дождя сегодня не будет. Ну, в общем, сижу, занимаюсь базиликом. Продолжаем заниматься огородными диванами. Я пропалываю грядочки сразу по ходу. И дорожки, и грядочки. Вот такие цветы вот вдоль теплицы. Чтобы было чистенько. Потому что все заросло вот так вот. После дождей все прям подзросло. Ну, вот, походу, пропалываю осталось очень немного. Ну, а нужно уже дополоть. Это вся трава, которая уже взошла. И мелкая была, и крупная. В общем, дополю ее уже, думаю, столько травы не будет. Там, в общем, сыночек картофель полит. Ярушка играет. Папе помогает. Никита там картофель пропалывает. В ограде уже пропаловался. Сейчас вот здесь осталось. У нас стоит вот часть. Ну, закончу, помогу ему. О-о-о-о-о. Có-о-о-о. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, в общем, получилось у нас 8 лепёшечек. И сейчас ещё хлебушек поставим. Хлеб понравился. Приготовим только в тендыре, в духовочке, пока больше не готовим. Получается вкусный, хороший. Ну да, раз разложил, он поднялся. Сейчас хлебушек испекём, а потом поставим ещё плов, доготовим. Вот, красота какая. Так, время 51 минута. Хлов там Саша уже на мангале начал готовить. В общем, обжарил мясо, вычок. С морковочкой всё потушилось. Ну и сейчас спустим, в общем, рис. Здесь зальём водичкой и поставим сюда. В тандыр, короче. До готовности. Обметать. Никита здесь картошку пропал. Молодец. Я, в общем, там цветочки пытаюсь найти. Там у меня салат сидит. Базилик начал сходить. Думаю, не взошёл. Ну, в принципе, взошёл. Нормально всё сходит. Дети тут в песочке играют. Ванечка рядом с ними тоже играет. Ну как, так, компанию составляет, пока спит. На солнышке хорошо, да? Удачное место для песочницы. Травку здесь Саша потом покосит. Уже не будет таких насекомых. Так, пойду я плов покажу, да? Рису, правда, сегодня нормального не купили, не заехали. Забыли совсем про него. Ну, в общем, вот такой рис обычный. Это не пропаренный рис, простой. Грязь, конечно. Ну, дотапливался. Ну, а здесь, в общем, у нас потушилось мяско с лучком, с морковочкой. И сейчас спустим сюда рис. И уже в тандырчик поставим. А, вот здесь вот пытаюсь, в общем, отыскать. Салатик вон у меня там растёт вот так вот. Тут же ещё базилик. Тут ещё цветов, потому что много самосеем. И вот пытаюсь вот эти вот длинненькие бдлинки. Это цветы самосеем. Они очень красиво цветут. И поэтому приходится здесь выискивать цветы, траву. Они сеются уже несколько лет здесь. Поэтому такие заросли. В общем, пропалываю потихоньку. Саш тут засыпал ограду пока по пути свозил песочек. Здесь у меня пятунки расцвели. Беленькие, вроде, садила разные. Ну, беленькие, розовенькие. Ну, гвоздика зацвела. Вот такая вот. Тоже надо полоть. Всё пропалоть. Это вот Алисум, по-моему, беленький. Много цветов ещё не досадила, потому что не успела. Ну, ладно, на следующий год уже присажу. Ну, гвоздика вон самосеем. Она прям растёт. Это как ромашки. В огороде их выпало. Они ещё здесь. Тут у меня с заградой ещё распустилась розочка. В общем, в прошлом году не цветла. Ну, а в этом году вроде, смотрю, разрослась немного. И зацвела. Вот там кустик весь в цвету отцветает. И по новой зацветает. Такая, в общем, красотища. Ну, он ещё маленький. Вырастет побольше. Будет ещё красивее. Ну, он, правда, колючий. Он у меня в ограде сидел. Я, в общем, пересадилась сюда. Потому что там как траву убирать, пропалывать. Прям сильно колется. Ну, в общем, вот здесь Саша обкосил. Ой, нормально. Также сирень у меня здесь сидит. Что-то помёрзло в этом году очень много. Я не обрезала. Вот надо пообрезать. Ну, может, молодняк нарастёт. Будет получше. Поинтереснее. А так что-то позасохло или замёрзло. Вся. Вот так вот распустился кустик. Я говорю, не как хлеб. Просто хлеб. Вот отсюда убрали всю кучу. Чтобы не мешалось. Хорошо на улице. Зелень. Красота. Приготовил всё хлебушек. Ай, красота какая. Ти-ти-ти-ти-ти. Гереть ли. Не упал. Запах-то какой от него. Красивые булочки. Сейчас как хорошо утаскивается. Ну да, форму уже обгорели. Красота какая. Лепёшечки. Ну, лепёшечки тут тоже как это. Прям как хлеб. Хлеб у хлеб. Ну. Ну, не вкусные? Лепёшки грязные. Пока. Палью там. Так, ну давай зарядим это. А, ну давай плов. А, ну давай плов. А сейчас. Да, почти подсох. Вот и водички налей. Какой аромат идёт. Можешь понять? Да. Так, ну сюда ещё соли. А, реши, если нет. Мы же мясо не солили? Нет. Соли. Да я так на глаз. Хватит. Хватит. Какая-то сраб стыла? Да, чтобы скрыла и чтобы ещё сверху на сантиметр два, наверное. Лей, лей, лей. Пусть он лучше распарится хорошо. Ещё. Два уже есть. Хватит. Ну, можешь с мясом перемешать, чтобы это... А зачем? Не надо. Ты хочешь, чтобы мясо было снизу, а рис сверху? Да. Или перемешать. Да перемешай. А, ну, уже томится. Рисовая каша. А у нас та рисовая каша с курицей. Аромат к мясу, он уже разваленный. Так оно, смотри, что сварилось. Сейчас ещё. Потомиться надо это. Попробовать на соль. Как? Вот это, макни, да. Да, я думаю, нормально будет. Попробуй попить. Ну всё, ставим в тандыр. Насколько? На два часа будешь? Ну да, наверно. Попробуй первое тащи. А что, рис половина, наверное? Ну да. Вольф там, куда будем, это не видите. Это же это, не настоящий рис. Давай на часок что-то посмотрим. Давай. Часок. И всё, всегда там тепло как. Пришла, в общем, в тепличку, провожу обработку. Пока с утра не сильно жарко. Лучше это, конечно, делать с утра, чтобы растения успели впитать весь раствор от отборной кислоты. Ну, в ночь я никогда не делаю, чтобы не развивалась фитофтора. Лишнюю влажность стараюсь не делать. Ну, а пока тепличку открыла. На улице прохладно. Всё успеет впитаться в течение дня. Я вот так вот обильно всё опрыскиваю. Ну, у меня уже цветёт вторая кисть. Где-то даже уже третья цветёт. В этом году я припозднилась, в общем, с опрыскиванием, с обработкой. Ничего не успеваю, в общем. Ну, стараюсь по максимуму сделать всё. Поэтому провожу вот сейчас обработочку. Ну, вообще, вот где-то на растениях только первая зацветает кисть. Где-то уже три. Ну, в общем, сейчас обработаю здесь томатики, перчики. Перчики тоже хорошо пошли в рост. Вот на этих вот Санькина любовь. Васточка тоже очень много цвета уже. Поэтому всё обработала. И там, в общем, в той тепличке ещё обработаю. Там у меня перчик сидит острый. Арбузики, огурчики и дыньки тоже всё обработаю. Так, ну, всё, пока занимаюсь, закончила обработку. В той тепличке здесь тоже всё обработала. Дыньки, арбузики, перчики, огурчики. Ну, огурчики у меня пока ещё небольшие. Четыре, пятый листик только где-то лезет. Где-то ещё только-только два появились. В общем, тоже нужно уже натягивать верёвки. Потому что скоро начнут спускать усы. Усы буду обрывать. И просто буду каждый, получается, огурчик, каждый стволик натягивать на верёвку. В общем, огурчиков у меня здесь немного. Обычно я сажаю больше. Но в этом году решила посеять поменьше. Так, и арбузики. В общем, вот там он четыре штуки попробовала подвязать. Посмотреть, как они будут себя вести. Ну, в принципе, смотрю, вроде ничего. Хорошо пошли. Они вот лежат. У них листики на одну сторону. Вот так вот. А так вот подвязала. Они уже, смотрю, акклиматизировались. И раз уже со всех сторон листики пошли. Здесь вот некоторые арбузики уже цвет набрали. Вон цветут. В общем, решила подвязать их все. Дыньки пока не буду. Понаблюдаю за ними. Арбузики подвяжу. Пусть вверх тянутся. Ну, и на каждом арбузике, в общем, буду оставлять по одному. В общем, только в одной ягоде. Больше не буду ничего оставлять. Ну, так одну-две оставлю. Посмотрю, какие потом будут лучше. То, что получше, буду уже оставлять. Остальное все буду обрывать. Ну, вот. Пока это вот что по нашим арбузикам, огурчикам. Ну, а огурчики тоже идут в рост. Хорошо. Это радует. Там вот за тепличкой трава такая уже стоит. Надо заходить все тоже с серпом обрезать. Чтоб семена уже не давала. Ну, все. Обработку провела. Теперь, в общем, в этой тепличке через завтра, наверное, с утра зайду. Уже еще подвяжу. Остатки у меня вот здесь остались. Томатиков не подвязанные. Занялась, в общем, грядками. Пока не подвязана. Ну, здесь, в принципе, и не к спеху. В общем, здесь томатики невысокие. По этой стороне высокие подвязала. Ну, а здесь пока еще терпят. Ну, и поэтому завтра уже зайдусь с утра. Подвяжу здесь все. И пообрезаю листья. Где-то уже пасынки, смотрю, понаросли. Ну, обычно захожу, обрезаю пасынки раз в два, в три дня. Вот так вот. Ну, пока все на сегодня по тепличке. Занимаюсь, в общем, тут своими теплицами. Не забыла совсем, друзья, что забыла с вами поздороваться. Всем привет. В общем, сейчас покажу. Вот коротик на улицу с утра. Такие невозможные уже поднадоели. Дуют и дуют каждый день. Невозможно выйти на улицу. Да еще такие сильные. Вроде летом никогда таких ветров не было. Тут прямо изо дня в день дуют и дуют. В общем, сейчас покажу. Коротики растут. Здесь вот редисочка. Осталось мне ее дополоть редисочку. Вот дайкон уже дополула почти. Ну, и там вот цветочки, грядочки. Все пропололо. Дорожечки пропололо. Никита вчера тут начал картошечку полоть. Потом Саша продолжил. С утра Саша уже полол. Ну, хоть картошечку стало видно. Никита там, пока Саша уехал. Никита пока продолжает. Павлать осталось там немного. Но дрова прям много. Ну, и сегодня Саша хочет еще прокультивировать еще на разок. В общем, окучить картошечку. Ну, и будет уже хорошо, красивенько. Огородик еще здесь дополю. Там еще с той стороны за теплицей тоже все уберу. Такие прям кустики хорошие уже. Быстро так после дождей пошла в рост картошечка. Да и вообще, вчера до икон полова, до икон тоже уже такие хорошенькие есть. Свеколка, укропчик. Укроп, в общем, сею много. Потому что я его срезаю. И на заморозку в зиму. В общем, какую-то часть оставляю. Там вот 3.3-4. Чтобы там он пошел в стрелочку. Начал свести. Ну, чтобы не на засолку. Остальное все сразу срезаю. По новой землю рыхлю. И снова присаживаю еще на раз. Сейчас сею укроп. И тоже он уходит потом под срезку. Дайкону тоже. Ой, дайкону этого. Шпинату тоже посадила. Здесь целую грядочку. Хочу его срезать тоже на заморозку. Ну, говорят, в общем, что он хорошо терпит заморозку. Здесь у меня базилик. Поначалу посеяла. В общем, по граде базилик. Ну, что-то он как-то не взошел. Досеяла, в общем, здесь. Я его как сею? Грядку смачиваю. Просто посыпаю. Потому что семена очень мелкие. Просто рассыпаю рассыпью семена. И все. И накрываю сверху тканью, чтобы семена не сдуло. Ну, и, в принципе, время от времени открываю, проливаю. И он уже начинает сходить. С рассады я, в общем, его не выращиваю. Ну, и смотрю, сейчас салатик по лодам в ограде. Он уже и там начал сходить. Так, вот здесь вот за тепличкой у меня растет лучок. Тоже его нужно прополоть. В общем, срезать вот эту всю траву займусь. Как время будет. Там у меня лук батун весь зарос. Щавель зарос. В общем, тут все у меня заросло. Тоже надо как-то руки приложить сюда. Там перчики. Не знаю даже, что с ними творится. Сейчас посмотрим вместе с вами. Ну, а здесь вот у меня кружомник растет. Ярослав как-то в видео показывал. Не знаю, что такое, но что-то колючее. В общем, траву эту всю подсобрать. Ну, кружомник, в принципе, есть. Вон ягодки висят хорошенькие. Хотела траву в нем пополоть, но ягода прям осыпается. Поэтому не стала. Пока немного подергала, где-то сильно торчат. Вот так ягодки висят. Это у меня смородинка молоденькая. Но тоже он, смотрю, ягодки есть хорошенькие. Вот этот вот куст тоже траву немного продергал, потому что здесь вообще стояло травище. Ну, и потом уже не стало, потому что ягоды тоже много. И она прям сцепится. Не стала, в общем-то, тревожить кустик этот. Думаю, ладно, пусть растет. Ну, смородинка в этом году прям порадовала. Вон какие ж грозди висят. Не знаю от чего. То ли потому, что мы ее пролили кипятком. То ли, может, просто год такой. Ну, первый раз такой. Смородин у нас еще столько не было. Вон яблонька как вымахла. Не знаю, вымерзнет, не вымерзнет. У нас здесь такие ветра, морозы. Здесь-то у нас зимой, в общем, сугробом прикрывает. Но все равно, боюсь, макушка отмерзет. Но она растет прям вообще раскидистая. Это вот яблонька за, сколько она получается, за 4 года семечки выросла. Вон какая уже большая. И вот там у меня еще стоит яблонька 2, получается, маленькая. И вот там маленькая. Ну, тем по 3 года получается. Здесь вот кустик вот этот весь вырезал, что-то он весь подсох. Но он все равно, вон веточки живые остались. И тоже здесь прям вон какие грозди, смородины. Смородиного варенья мы любим, особенно санет из него. Очень вкусные такие пироженки. Ну вот, тля прям. Странно было, тля уже нет ничего. Позакрутили все. Я вроде обработать собиралась, так и не дошла. Обработать, чтобы ягодка больная такая вот. Ну, ягоды здесь прям вообще море. Это вот молодой куст. Что-то прям очень много больной ягоды. Странно, конечно. Здесь вот ветка приросла тоже, он вся в ягоде. Красота. Ну, может в лесу еще будет ягода. Так, сходим еще в лесу пособираем. Вон какие грозди прям. А здесь вот у меня еще два молоденьких кустика, яблонька. Это вот лесной кустик с леса привезли. Ну, на нем как-то не так много ягоды. Куст большой разросся, но ягоды что-то здесь не очень много. Вообще прям я бы сказала бы, ее нет. Тут и ревень, в общем, и яблоня, и щавель, все, и трава. Ну, лебеда все позатянула. Жлю, везде надо заходить, постоянно все контролировать. Так, здесь у нас страшно даже открывать, что-то все заросло травой тоже. О, непонятно, в общем, где перцы, где трава. Нужно тоже заходить и все выпалывать, открывать и выпалывать. Ладно. И до сюда руки берем. Не знаю, капусты мне не хватило всего. Здесь вот кусочек получился. И там вот за стаечкой тоже кусочек небольшой. И что-то капуста в этом году как-то плохо бы сходила. И, в общем, у меня здесь пятак, в общем, остался пустой. С земли хотела сюда тыкву пересадить. Ну, не знаю, стоит ли, не стоит. И пусть уже, думаю, на компосте сидят. Здесь вот у меня тоже кабачки сидят. Трава прет быстрее, чем сами, в общем, растения. Здесь и кабачки, и патиссоны у меня сидят. Вот все, надо заходить и прям выпалывать конкретно. Никита уже так сидит. Уже сил нет, да, сыночек? Ну, ничего, немного осталось. Меньше, чем было. Так, здесь вот сидит кабачок. Вот кабачок сидит. В общем, не знаю, кабачок это или это уже патиссоны начались. В общем, я здесь села и патиссоны. В общем, вначале села кабачки, а потом уже патиссоны. Хотя патиссоны, наверное, вот эти вот покрупнее пошли. В общем, попробую патиссоны. На засолку у меня пойдут. Вон, какие уже хорошенькие. О, травы сколько с картошки. Ну, вот мои тыковки сидят. Их я выращивала рассадой. Две вот побольше, одна вон маленькая. Ну, и вот здесь вот последний патиссончик. Или, по-моему, здесь где-то еще был. Нет, здесь уже нет. Здесь просто трава пошла. Красный корень прям вообще что-то в этом году все позатянул. Никакуда столько травы, непонятно. Ну, вот, в общем, так было и так стало. Потому что сразу видно, картошечка какая. Ну, потихоньку, в общем, наводим порядок в огороде. Ну, руки привожить везде наведем. Будет хорошо и красивенько. Главное, морковочку я пропололу. И теперь хоть тоже видать. Хорошо, в общем, хоть морковочку пропололу. Хоть ее теперь видно, да, и роси будет уже. Ну, я еще подсаживала морковочку. Вот здесь вот, в жуставечке в капусте. Еще посеяла несколько рядочков. Взойдет. Ну, в общем, она всходит, в принципе. Да, думаю, и вырасти успеет. Я как-то подсаживала. Ну, даже в сентябре уже собирали. Нормальная вырация, морковочка хорошая. Все было нормально. Дошли руки, в общем, до гаража. Саша заливал тут пол. В общем, одну часть залил. Потом она подсохнет уже, займется здесь, этой частью. Закажем песочек. Остатки песка из-за ограды. Саша сейчас возил и сюда вот в ограду ссыпал. Вот так теперь стало хорошо. Постоянно грязюка такая. Что, моя? Ну, не прыгай, не прыгай. Вот, в общем, лучок. Тут же утеть начал. Стрелку тоже пошел. У нас стрелки все побломать. Чесночок. Там, в общем, клубничка. Ну, кустики здесь маленькие. Я пересаживала в прошлом году. Альма, не прыгай. Поэтому сильно еще не плодоносят. В общем, здесь высаживаю. В общем, у меня только Азия. Вот такие, в общем, ягодки здесь. Вон, висят. Ну, и ягодки еще миленькие такие. Пока грядочка. Ну, усы уже пустили. Потом еще рассажу. Тоже уже все заросло. Уже два раза пололи. И все, опять снова позатянула. Так, здесь дорожечка не прошла. Вот здесь вчера полола салатик. Здесь же у меня базилик сходит. Здесь, потому что у меня цветы самосеем. Вот эти вот. Они сами сеются. В общем, сами потом растут. Мне их жалко вырывать. Они очень красивые, мелкие, такие беленькие. И, в общем, поэтому я их не вырываю. Приходится полоть. Здесь еще цветы посаживаем. Нужно выбирать, в общем, где цветы, где трава. Потихоньку разберусь, в общем. Что такое, Альма? Здесь спустилась тоже петунь. Вот такие вот. Тут фиолетовая, там желтенькая какая-то, в общем. Потихоньку распускается. Клематис еще пока не цветет. Ну, смотрю, он прям и на березу уже потянулся. Вон какой распустился. Распустился или непонятно, где что. В общем, тянуем тут веревки. Ему тут места уже мало. Нужно его пересаживать куда-то в другое место. Ну, розочки пока еще не распустились. Ну, а трава я их затянула. А, ну, в общем, пойду посмотрю. Манюшка. Спит, не спит. Ветер с тобой. Сил уже нет с этими ветрами. Ничего не сделаешь на улице нормально. Ребенка-то не выкатишь везде, куда ни поставь. Везде ветер управление меняет. И крутит туда-сюда. Так, посмотрю, сейчас, в общем, ребенка. Если спит, тогда тоже займусь. Дополю грядочки. Никите помогу. Картофель дополоть. Будем, в общем, заниматься, продолжать делами. А, меньше, да, осталось? Да. Меньше осталось. Ну, сейчас все убрали уже. Будут заливать вторую половину. Заказал кусочек, привезли вот. Сколько? Восемь кубов, да? Ну, сколько уйдет, сколько поградит потом остатки. Растянем. Картошечку, в общем, пропололи. Картошечку у меня здесь загибает, ветра такие. Угулочку сдуло. В общем, не знаю, то ли ее ломает, то ли ее так просто болтает. С этими ветрами все бы переломало. И так капусты нет. Последнюю доломает. Придется потом по осени докупать на засолку, на закваску. В общем, я здесь вот садила рядочки с моколочкой. Здесь сегодня видео, сейчас уже не вижу опять, что всходит. Ну, да ладно. Здесь вот, в общем, прополола. Морковочку сходит. Ну, уже по новой нужно. Ну, как те грядочки. В общем, прошла по новой уже и здесь. Ну, главное, большую траву уже убрала. Основную. У меня вон пятачок еще остался на цветах. И все. И вот эта вот грядочка. Еще не дополотая. В общем, уставила здесь грядочку. Не стала полоть. Пошла помогла там, в общем, детям немного прополоть картошечку. Ну, все равно не успела ребенок, проснулся. Ну, а теперь вот так вот, в общем, картошечка выглядит. Красота, хорошо так. Саша вечером уже окучит. Как раз все подсохнет. Дети мне тут говорят, и кабачки пропололи. Молодцы. Ну, да, пропололи. Хорошо. Стало хоть видно кабачочки. А то прям вообще ничего не видно было. Большую траву пропололи. Мелкая осталась. Там что-то пятачок оставили. Надо будет его тоже вырвать. А то семена потом даст. В общем, патиссоны посадила. Хочу, в общем, их на засолку. Так же, как огурчики. У меня мама в прошлом году солила. Говорит, вкусно, понравилось ей. Ну, решила тоже попробовать. Посмотрим, как нам понравится. Нет. Ну, а так, в принципе, с огородиком почти все. Осталось вот там дополовать несколько грядочек. И вот эту вот часть, в общем, прополовать. Сейчас побежала, думаю, поснимаю, пока ребенок спит. Теплички тоже растения уже все подсохли. Хорошо ветерок подувает. Борную кисоту, то, что обрабатывала с утра. Все замечательно. Ну, и здесь не жарко, хорошо, прям так свежо. Я бы сказала, даже ветром продувает. Ну, в общем, томатики растут, все растет. Завтра с утра уже, пока все будут спать, зайду, подвяжу здесь томатики. И там, в тепличке, в той, подвяжу арбузики и натяну веревочки уже для огурчиков. В общем, мне нравится вот эта вот веревка джутовая. В общем, она и прочная, лучше на ней держится, чем вот шпагат этот полипропиленовый. Как-то в последнее время он вообще плохой стал. Я его перестала брать, поэтому заказала эту джутовую веревку. Хорошо держит, в общем, вес хороший. Так, ну, все пока. Саша там пока будет заниматься. Но сегодня, наверное, заливать не будут. Завтра, наверное, уже займутся заливкой гаража. Сегодня подготовят все. И уже зальют. Песочек привезли. Цемент туда купят. И начнут заливать. Продерну сейчас редисочку. Такая вот она уже наросла. Редисочку кричали, хотели. Теперь что-то не едят. Она выросла, крупная. Ладно, сейчас сорву. Сделаю салатик. Тут уже новая всходит редисочка. Вот. Я досеивала. Вот пошли всходы. В общем. Ну, а эту нужно вырывать. И есть сейчас салатик. Сделаю с нее. Что-то перерастет. Потом вообще есть невозможно будет ее. Ну, и так уже большая. Ну, сейчас, в общем, вырву. До этого. Пропалю здесь траву. И, наверное, по-новому подсею редисочку. Ну, либо дайкон здесь посею. Если редиску есть не будет, посею уже дайкон. Пусть еще дайкон растет. Побольше дайкона на зиму заморозим. Вырву, в общем, почти всю редисочку. Здесь вот. И вот тут еще чуть-чуть. Ну, в общем, осталось. Траву пропалю. Что осталось дорастет. И посею уже дайкон здесь. Пусть дайкон растет. А этот потом еще немного подрастет. Я его вырву. И по-новому еще тоже засею. Пусть растет. Дайкон, в общем, я в прошлом году терла на терочке. На крупной. И убирали по пакетикам. Расфасовывали. Убирали в морозилку. Зимой доставали, в общем. Как свежий, в принципе. Ну, единственное. Немного остринки потерял. А так, в принципе, замечательно получается. Саша с утра начал заниматься заливкой. Пока на сколько хватит цемента. Магазин откроется, потом еще съездит. Доберет. Ну, а я, в общем, пошла в тепличку. С ночью прошел дождик. Ночью дождик хороший прошел, в общем. Ну, как хорошая. Так, слегка смягчила. Ну, не сильно. Грядка, я смотрю, сухие. Пойду сейчас в тепличку схожу. Подвижу томатики, остатки. И обрежу пасту. Сломала. В общем, капусточку ветром мотыляет. Так, ну. Зато уже понятно, что здесь не место для капусты. Здесь, потому что самый такой пик ветра. Больше здесь ее сажать не буду. Там вот она у меня сидит. Там ее и буду сзади сажать. Санимаюсь, в общем, подвязкой, подрезкой томатов. Сейчас покажу томат бердский, как он хорошо разрастается. В общем, вот эти вот томатики, они такие мощные. Это вот именно томаты бердские. Они такие компактные, пушистые, хорошенькие. А вот там уже пошли другие сорта. Ну, по ним видно, что другие. В общем, прикатилась сюда Ванечка. Господи, здесь пока не сильно жарко. На улице. Думаю, по-быстрому в теплице сейчас управлюсь. Так, ну вот он, в общем, вот так вот разрастается. Столько вот пастунков вроде подрезало. Но какие были мелкие, их не подрезало. И вот они доросли. Вот такой вот он весь. Вот здесь вот идет уже раздвоение макушки. Ну, вот какую-то из них, смотрю, буду удалять. Какая. Мне больше нравится, то оставлю. Ну, а какую-то срежу. Не оставляю никогда две, чтобы не было загущения. Так как у меня и так сидят два томата в одной лунке. И поэтому каждый томатик я веду в один ствол. И поэтому какую-то из них буду удалять. Ну, вот сейчас посмотрим. Здесь пока еще. Хотя и здесь, и здесь цвет есть. Ну, вот эту вот удалим. Вот так вот прям берем ее и срезаем. И срезаю, в общем, все пасынки. Постепенно снизу удаляю по одной, по одной, по две веточки. Чтобы было пространство, ну, и не было загущения такого. Удаляю все пасынки. Так, все, вот такой вот томатик у меня остался. Такая вот уже кисть. В Бердске вообще такие хорошие кисти. Мне он весь такой прям. Ну, нравится мне этот сорт. Вот тоже стоит кисть хорошая. Ну, и все. Я вот так вот за эту главную кисть подвязываю. А еще бывают такие томаты, что один пасынок, в общем, он догоняет главный стволик. В общем, сейчас если увижу, покажу. Ну, и вот часто задают мне вопрос, какую ветвь именно, не ветвь, а какой ствол из них удалять. Ну, сейчас, в общем, если попадутся, я покажу. Потому что многие путаются, что удалять, как везти в один ствол, а вдруг мы не тот ствол удалим, в общем. Ну, боятся люди. Ну, сейчас, если попадутся, такие стволики, в общем, до этого были. Пока сейчас рядышком не вижу, но попадутся, покажу. Смотрите, наглядный пример. Вот идет два главных, можно сказать, стволика. Ну, вот это вот идет уже пасынок, а вот это идет главный стволик. Как это понять? Вот видите, кисть растет на этом стволике. Кисть всегда растет на главном стволике. Значит, это у нас идет главный. А вот это идет уже пасынок. И этот пасынок мы просто берем и удаляем. Вот еще один рядышком такой же томатик стоит. Вот идет пасынок, и вот главный стволик. На нем растет кисть. И этот пасынок мы тоже вот так вот берем И отстригаем Чтобы он не мешался Не закрывал, во-первых, здесь Цвет Ну и не было загущения Не пошел уже во второй ствол Вот так, в общем, получается Вот пока продолжаю заниматься подвязкой Ну все, в тепличке пока в этой закончила Пойду сейчас пролю огурчики Янтарной кислотой Огурчики, в общем, арбузики И прополю, в общем Вон тот парничок Там у меня перчики сидят болгарские Нужных прополчера заглянула Ну, сейчас открою, покажу, что там творится вообще Вот, в общем, что мне тут Творится в парничке Все заросло, тоже красным корнем затянуло Сейчас все это прополю И снова закрою Чтобы земля здесь не пересыхала Ну и плюс от туманов Туманы у нас сейчас очень сильные, в общем Ну и чтобы хоть что-то выросло Буду прикрывать от туманов Сейчас прополю, все уберу Здесь вот грядочку с лучком прополю Здесь батун, в общем, прополю Щавель Всю эту ботву, траву уберу Чтобы было хорошо Ну и там за теплички, в общем, скашу И за самой теплички все Скашу серпом Потому что руками это нереально рвать А триммером Саша побоялся сюда идти Чтобы не повредить пленку Ну, чтобы не летело ничего А то, не дай бог Где-нибудь что-нибудь прорвется Ну, в общем, буду все пока убирать Пока Ванечка спит Буду заниматься И хочу еще вот сюда В общем, у меня тут пустое место Перенести тыквы у меня вот там В компосте сидят Три тыковки В общем, сюда я их перенесу Пусть здесь растут Здесь им будет место побольше Посажу, в общем, здесь подальше от капусточки И пусть растут Перенесла, пересадила их сюда Ярушка сейчас соберет траву большую Которую сорвала В общем, здесь тоже все накрыла Пролила хорошенечко Парничок И займусь сейчас В общем, пропали лучок Бату, но здесь щавель Бату, вот эту всю траву уберу А то прям заросли такие некрасиво Пропала, в общем, одну часть лучка Это лук экзибишен у меня здесь сидит Также землю прорыхлило Прям совсем каменная И что-то как-то неважно В общем, растет В конец июня уже А он как сидел на одном месте Так и сидит На улице холодно Ночами прям вообще 8-10 градусов Вообще холодильник Невозможно И поэтому хочу Подкормить В общем, лучок Что-то в этом году я Не сделала удобрение Крапивное Надо, наверное, сходить Нарвать крапивы Замочить Тепличку-то уже проливать не буду А огурчики Вот лучок Грядочки Там капусточку Можно пролить Еще хорошо подрастут Потому что Ну, прям совсем неважный В принципе Два месяца Еще осталось ему расти Не знаю Успеет вырасти Не успеет Но лучше подкормлю его Здесь вот тоже Теплички Все Прополола Хорошо пролила В общем И накрыла снова Пусть стоит Ну, сейчас Сколько успею В общем, ту сторону Еще прополю Потому что Ванечка Уже просыпается Кряхтит И так же прорыхлю Постараюсь Полностью Все Прополоть Все В общем, с Ванечки Домой Хочу похвастаться Своей покупкой Обновочкой Я, в общем, купила Вот такую вот швабру Выписала На Валберисе Так Швабра у нас Получается От компании Изиклен В общем, швабра хорошая Мне понравилась Я ее вчера пробовала Прям вообще Замечательно моет И самое, что главное Это не нужно В общем, тряпку Руками брать Выполаскивать Отжимать Намочил Отжав И все Можно Можно просто намочить Помыть пол Потом также Прополоскать Отжать И вытереть пол Вообще Прям замечательно И моет И Хорошо, что руками Нужно лазить Так как приходится С ребенком В общем, сидеть И по-быстрому Надо В общем, помыть Такая, в общем Швабра Очень хорошая И насадка на ней Тоже Очень Такая Сейчас разверну Вот такая вот Насадочка Микрофибра В общем, хорошая Микрофибра Очень хорошо Моет Не оставляет Разводов В общем Хорошо, что Палка В общем Выдвигается Во всю длину При моем росте У меня рост В общем 176 Прям вообще Даже наклоняться Не приходится Мне прям понравилось Но единственный минус Это Хлипковатая Я бы сказала Палка Сама Особенно в этих Соединениях Вот в этих Вот Она прям Прогибается И такое ощущение Что она вот-вот Сломается Ну не знаю Может Это нормально Не знаю Сколько она продюжит Сейчас посмотрю Раскручу Посмотрю Насколько у нее В общем Крепление длиной Ну хотя В общем Вот так глубоко Там засажена резьба Вот до сюда Резьба засажена Ну я думаю В принципе Я переживала Что она сломается Но нет Она вот так вот Вставляется Вкручивается В принципе Достаточно Чтобы сломать Это нужно потрудиться Вот я переживала Поэтому Потому что Саша Саша ее собрал Я не видела Какой длины у нее Сама эта резьба Ну в принципе Думаю Нормально будет Ну а так Вот то что По длине Прям вообще Замечательно То что она так Удлиняется Можно порегулировать В общем По росту Больше Меньше Ну и ведро Конечно Тоже Пластик хороший В общем Мне понравилась Новая обновочка Вчера я ее пробовала Прям замечательно Пока ребенок Тут лежал Игрался Я спокойненько С утра уже Помыла пол Не надо было Здесь ведро С водой В общем Руками это все Выполаскивать Быстренько Раз-раз Туда-сюда И все готово Полы чистенькие И свеженькие Вот такая вот Друзья В общем У меня обновочка Ну я В общем Довольно Обновкой Мне понравилось Насадки В принципе На эту швабру Также подаются В Балберисе Есть по две штуки Есть по шесть штук В общем я уже В корзину себе Добавила На будущее Не знаю Сколько продюжит В общем это Насадка Дальше будет видно И там уже буду Дозаказывать В общем Посмотрим Мне даже Самое интересно Ну а так Прям Главно Хотела себе Такую швабру Ну вот Купила В общем Покупкой Довольно Я тут с утра Еще сделала Своеное тесто В общем Для крусанчиков Тесто уже поднялось Хотим крусанчики Сделать В тандыре И пицца Ну в общем Тесто сейчас Еще в холодильнике Оно у меня Стоит в холодильнике Сразу как раскатала Смазала маслом Скрутила в улиточку И убрала в холодильник Вот оно так вот Уже поднялось И хотим сегодня Еще приготовить Пиццы Сейчас на пицце Все Нарежу В общем И заведу тесто Тоже приготовим По-быстрому Что мы тут Сыночком готовим Он мне в общем Нарезает Шоколад Вот такой вот Шоколад Это даже не шоколад А Глазурь В общем Как же называется Короче Глазурь монолита В общем Нарежет мне сейчас Сыночек Эту глазурь На круассанчике Я пока раскатываю Пиццы Будем готовить пиццы Нарезали все Сейчас я их раскатаю Развожу 5-6 штучек Получается И потом уже Буду раскатывать Сразу круассанчики Потому что пицца Будет быстро готовиться И по ходу Круассанчики В общем Накручу Сложу их здесь На столе И уже будем Потом перекладывать Да? Да, мой сладкий? Не нравится Тебе лежать Не нравится Надо ходить Все Скоро будем ходить Так В общем Мы тут все Походу Нянька у нас Сегодня уехала Провожать парня своего В армию В общем А мы тут Пока без нее Справляемся Ну ладно Продолжаем В общем Готовить Саша уже Тандыр растопил Нужно побыстрее Теперь все сделать И будем уже Выпекать Скотала Круассанчики Первая партия Уже готовится Тут Остатки Еще 3 штучки И сейчас Покажу Пиццы Саша уже Приготовил Принес домой Какие получились Вот наши пиццы Постряпали мы 6 штучек Вот такие Вот они Тоненькие Воздушные Прям Такое тесто Прям воздушное Мягкое Очень вкусное Получается Мягкое 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 Мягкое